Акбарс и Уникс Акбарс побежал отыгрываться, но получилось у них это сделать только в самой концовке первой 20-ти минутки. Найджел Доус отлично нашел на пятаке Стефана Дакосту и француз отправил шайбу в ворот Челябинцев. 1-1. Равный счет держался до 18-й минуты второго периода. Андрей Пидан бросил шайбу от синилинии, Александр Бурмистров скинул шайбу на Артема Лукоянова и последний добил шайбу в ворота. 2-1. Казанцы впервые в матче повели в счете. В третьем периоде Акбарсу не смог помочь канадец Патрис Камье. За опасный удар в голову судьи удалили его до конца матча. Но это не помешало казанцам в последнем отрезке. До конца матча команды отметились еще дважды. На восьмой минуте гости показали хорошую комбинацию в атаке. Дакоса на Фисенко, Фисенко на Петрова и 3-1 в пользу Казани. Челябинцы бились до конца и на 15-й минуте вплотную приблизились к Акбарсу в счете. После броска Телегина от синей линии самым расторопным на пятаке казанцев оказался Ник Бейлин, который здорово сыграл на добивании. 3-2. Акбарс доводит матч до победы и продолжает выездную серию. В среду, 3-го февраля, Уникс начинал второй круг в групповом этапе Еврокубка. Аутсайдер Черногорский Морнер Бар второй раз за неделю пострадал от казанского клуба. На этот раз упорной борьбы, как в прошлом матче, не получилось. Разгромные 27-17 в первой четверти, 24-14 во второй предопределили победителя. Итог 86-61. Самым результативным игроком оказался легионер Морнер Бара Ниманя Гордич, который набрал 14 очков матча. Уникс закрепился на первом месте в группе «Аш» и «Гранти». В этот же день казанский Акбарс гостил у автомобилиста из Екатеринбурга. Очень резво начали матч команды. За 10 минут забили по разу. Сначала Кристиан Хенкель красиво подправил шайбу в ворота Якуба Коваржа. Ассистентами стали Андрей Пидан и Стефан Дакоста. Уже минуту спустя шайба побывала в воротах Акбарса. Хольцер нашел на пятачке свободного Брукса Мазика и тот поразил пустой угловорот Тимура Белялова. 1-1. Второй период оказался безголевым, а вот третий наоборот стал богатым на события. Было все. Драки, удаление и хорошие голы. На первой минуте Михаил Глухов бросил шайбу из подзащитника и застал врасплох Коваржа. 2-1. В середине периода уже Стефан Дакоста выбежал со скамейки штрафников, остался с вратарем 1-1 и мастерски разобрался с ним. 3-1. Михаил Фисенко вступил в кулачный бой с Никитой Трямкиным и получил 10 минут штрафа, как ее зачинчик. А сама драка закончилась победой защитника из Екатеринбурга. Хозяева не собирались сдаваться без боя. Гол за пять минут до конца игры подарил болельщикам надежное спасение. Автором стал нападающий Андрей Авидин с передачи Холланда и Масика. До конца матча ничего не смогли создать хозяева у ворот Баркса. 3-2. Казанцы одерживают четвертую победу подряд. После Екатеринбурга Агвард отправился в Магнитогорск, где 5 февраля сыграл с местным Металлургом. Матч, как и ожидался, получился до первой заброшенной шайбы. Главными действующими лицами в тот день оказались вратари, которые действовали просто шикарно. 0-0 после двух периодов тому подтверждение. Игра получилась очень жесткой, если не совсем грубой. Целых 17 удалений суммарно получили команду. Но голов болельщики все-таки дождались. Правда, только в одни ворота. На шестой минуте третьего отрезка Михаил Пашнин бросил от синей линии и попал в девятку ворот Адама Райдеборна. 1-0. На пятнадцатой минуте атака Металлурга опять закончилась голом. На этот раз Денис Расмуссон здорово сыграл на добивании. А Райдеборн сыграл немного неуверенно. Потерял ворота из виду. 2-0. Хорошие атаки старался проводить Акбарс. Но шайба словно заколдованная не шла в ворота Василия Кошечкина. Казанцы поменяли вратаря на шестого полевого. И Сергей Плотников поразил пустые ворота за полторы минуты до конца матча. 3-0. Уверенная победа Магнитки и Акбарс прерывают свою четырехматчевую серию из побед. Впереди Евротур. И команды отправляются на десятидневный перерыв. Ну и завершает наш обзор матч единой лиги ВТБ Уникс против Автодора. Казанцы сделали результат уже в первых двух четвертях, набрав 64 очка. В оставшееся время автодорцы смотрелись поинтересней. Но догнать Уникс уже не получилось. Как итог, 110-97 в пользу Казани. Лучшим игроком матча стал Джарам Смит, который набрал 29 очков за игру. Уникс уходит на второе место в таблице, опередив московский ЦСКА. На этом матче мы сегодня закончим. Увидимся на следующей неделе. Следите за мировым спортом вместе с нами.